Здравствуйте! В эфире программа «Юридический ликбез». Я и ведущий Сергей Смирнов. Многие водители, попав в ДТП, вызывают наряд ДПС и часами ожидают приезда инспектора. Как быть? Ожидать инспектора? Либо можно оформить происшествие самостоятельно? Будет сегодня темой нашей программы. В гостях у нас Тимур Маршани. Тимур, спасибо, что приехали. Всегда забываю, сколько приходите к нам, как правильно делать ударение. Но я поправлюсь, честное слово, я больше не буду. Итак, друзья, напоминаю, что мы в прямом эфире. Звоните нам, задавайте свои вопросы, если есть вопросы по оформлению ДТП. Если у вас были какие-то случаи, истории, звоните, рассказывайте, задавайте вопросы. Телефон студии 495-617-95-55. А также можете отправлять смс свои вопросы на наш портал. 5577 – это зрители России и зрители Казахстана, 44-44. Сейчас мы сразу, наверное, посмотрим сюжет. Но перед тем, как мы его посмотрим, так уж совпало. Честно говоря, не специально абсолютно. Сегодня утром, ехав на работу, зазевавшись в пробке, наехал на впереди остановившийся автомобиль. Естественно, попросил водителя сделать все это максимально быстро, самостоятельно. Но что он мне сказал? Нет, будем вызывать ГАИ. И прождали мы инспектора 2,5 часа. А сейчас мы посмотрим сюжет, чтобы было понятно, о чем сегодня будем говорить. Итак, внимание на экран. Согласно правилам дорожного движения, водители после аварии обязаны вызывать на место происшествия сотрудников ГИБДД. Зачастую в ожидании инспектора можно провести несколько часов. Но немногие водители знают, что ДТП можно оформить самостоятельно. Такая возможность предусмотрена действующим законодательством. Для оформления аварии самостоятельно необходимо наличие лишь нескольких условий. Первое. Пострадавших в аварии автомобилей должно быть не более двух. По статистике, таких происшествий большинство. Второе. Можно обойтись без ГИБДД и в том случае, если в результате ДТП пострадали только автомобили. И третье. Самое главное. Водители, участвующие в аварии, должны быть согласны с обстоятельствами происшествия. То есть вина одного из них очевидна или обоих устраивает обоюдка. Если эти условия выполнены, то водители могут самостоятельно оформить ДТП. При сумме ущерба не более 25 тысяч рублей водителям достаточно заполнить лишь бланк извещения о ДТП, который прилагается к полису ОСАГО. Если же сумма больше, имеет смысл оформить ДТП на месте. То есть нарисовать схему, подписать ее и проехать до ближайшего подразделения ГИБДД, где инспектор уже выдаст на руки необходимые для получения страховой выплаты документы. Ну, собственно говоря, наверное, опять же повторюсь, большинство водителей подозревает или так поверхностно знает о том, что можно, не вызывая сотрудников ДПС, произвести оформление, не терять времени. Но вот, например, на сегодняшнем моем же случае, когда я предложил это сделать водителю самостоятельно второму, которого я так чуть-чуть протаранил, оформив европротокол так называемый, он говорит, но у меня нет никакого европротокола. И поэтому сегодня вы нам расскажете, как это все происходит, что нужно знать, какие подводные камни, в каких случаях лучше так, в каких случаях лучше вызвать инспекторов, в каких лучше случаях все это сделать самостоятельно. Но сначала сразу с АЗОВ начнем. Вот правила дорожного движения, есть некие требования, и что водитель в любом случае обязан сделать, попав в дорожно-транспортное происшествие. Соблюдать правила движения в первую очередь? Ну, видимо, уже не получилось. Вот со второго начнем. В первую очередь соблюдать правила дорожного движения относительно оформления дорожно-транспортного происшествия, вызова сотрудников ДПС и исключить возможность уехать с места ДТП. Это самое важное. Это есть алгоритм действий определенных, который регламентируется не только правилами дорожного движения, в первую очередь, но и административным регламентом для сотрудников ГИБДД. Самую большую ошибку допускают многие, когда оформляют ДТП и пытаются договориться на месте, не достигая и не находя компромисса. Это еще из 90-х, что давай договоримся на месте. Ну, не давай договоримся на месте. Правила дорожного движения этого позволяют сделать. Просто если отсутствует, при одном условии. Если отсутствует, самое важное, разногласие относительно обстоятельств ДТП. Мне хотелось, чтобы какой-то у меня сегодня был хотя бы малейший повод для разногласий, но вот никак. Если бы вы уехали с места аварии, а вы бы были лишены права управления автомобилем ввиду того, что скрылись с места ДТП, поскольку второй участник настоял на присутствии инспектора для оформления и соблюдения правовой регламентации, предусмотренной правилами дорожного движения. Самое важное. Второе. Если вы самостоятельно выбрали для себя путь обращения в страховую компанию при незначительности ущерба, не превышающего с вашей точки зрения 25 тысяч рублей, и при причинении вреда имуществу, то правило дорожного движения является дополнением к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности. Но существуют еще и подводные камни. Бывает ситуация, например, мы сталкивались неоднократно, когда человека лишали права управления, из-за того, что он, получается, скрылся с места ДТП, на самом деле, воспользовавшись законно установленным правом на оформление дорожно-транспортного происшествия, без обращения в органы ГИБДД, а напрямую в свою страховую компанию. То есть он... По заявлению кого? По заявлению потерпевшей стороны, которая справедливо полагала, что его ущерб не превышает 25 тысяч, он обращается в страховую компанию. Ему, соответственно, страховая компания вправе оценить ущерб и убыток. Ущерб и убыток, как правило, превышает эту сумму. И вынужденно, обращаясь в органы ГИБДД, его привлекают к административной ответственности за то, что он оставил место дорожно-транспортного происшествия. И таким образом человек несет повышенную административную... И какова удавалось защитить? Лишение права управления. Практика такова, что мировые судьи рассматривают это как лишение права управления автомобилем. Ну, как же так? Ведь закон фактически соблюден, получается? Закон об ОСАГО соблюден. Но требования в части оформления ДТП при отсутствии разногласий со стороны обоих участников... Ведь вы должны оформить и проследовать на близлежащий пост ДПС для оформления данного события происшествия в качестве ДТП. И только после этого вы имеете право оставить место дорожно-транспортного происшествия как таковое. Не физическое место происшествия, а, по сути дела, разъехаться в разные стороны, когда это будет оформлено сотрудниками. Если вы обращаетесь, ссылаясь на события происшествия, которые имели место ранее, скажем, двухдневной давности, то вас будут оформлять как лицо оставившее место дорожно-транспортного происшествия, которое несет соответствующую административную ответственность. Тогда, прямо по порядку, вот в каких случаях я могу оформить ДТП самостоятельно? И что, вот еще раз, прямо по пунктам? Потому что, получается, вроде бы мы самостоятельно оформляем, разногласий нет, а потом они как будто бы появляются, одного лишают, другое там не получают. Водитель, управляющий автомобилем, должен руководствоваться не только федеральным законом об ОСАГО, обязательном страховании автогражданской ответственности, а в первую очередь, и только в первую очередь, правилами дорожного движения. Сейчас мы, Тимур, продолжим во второе, потому что уже вам желают задать вопрос. У нас зрители на проводе. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я в городе Ивабуге, Сатарстан. Как зовут вас? У меня вопрос такой. У меня машина попала в ДТП. То есть, я сам ее ударил, у меня автография, страховка. Как вот мне вот быть? Вызывать меня из инспектора в ГИИ или как-то самому все это решать? А участник вы один? Как ДТП происходило? Да, 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 я был один. Я ударил свою машину во дворе. Хорошо, спасибо. Правилами, которыми вы руководствовались при заключении договора имущественного страхования средств от транспорта, то есть, так называемая аббревиатура автокаска, которая зачастую путается в нашей стране и неправильно расшифровывается эта аббревиатура, это общемировой термин, который не имеет перевода, но определяет договор имущественного страхования. У нас в законодательстве есть договор личного страхования и имущественного страхования. В данном случае страхование имущества своего автомобиля. Вы обязаны по правилам оформить данное событие происшествия как ДТП. Наезд на препятствие, либо на вас наехали, ваше транспортное средство повредили, либо противоправное действие третьих лиц. Но в любом случае, если вы не оформляете это, не обращаясь к правоохранительному органу, страховщика всегда есть право вам отказать выплаты. Но зачастую в договоре имущественного страхования указывается, что если сумма причиненного ущерба не превышает определенный процент от страховой суммы автомобиля, вы можете обратиться в страховую компанию для оформления данного события происшествия как страхового случая с последующей выплатой вам страховое возмещение. Но вы должны понимать, что страховщик является последней истиной в оформлении данного страхового случая и в определении убытка. Если сумма убытка будет превышать лимит процента от страховой суммы автомобиля, вам откажут просто в выплате и в регулировании убытка. И соответственно оформить ДТП вы тоже не сможете, потому что время уже упущено, вы по сути дела не вызвали инспектора. И потом получается на месте же, ну вот как человек не имеющий каких-то специальных познаний, сколько это стоит, в каких процентах определить, мне кажется это вообще не важно. Новый автомобиль, находящийся на гарантийном обслуживании, как правило по нормам завода-изготовителя, дилерским ценам, зачастую стоимость затрат на восстановительный ремонт будет гораздо выше среднерыночной цены установленной для соответствующего региона. Поэтому рекомендуется обращаться, конечно, сразу же к инспектору ДПС, вызывая его на место через службу 02, уже определяться это противоправные действия третьих лиц, вандализм, либо конкретно в результате ДТП было повреждено ваше транспортное средство, находившееся либо в состоянии покоя, либо в состоянии движения. Когда оно было повреждено сторонним автомобилем, либо когда были повреждения связаны с наездом на препятствие. Ну, либо если не связано с движением, то это уже фактически и не ДТП получается, тогда нужно обращаться к участковому нету? Нет, неправда. А как? Автомобиль, находившийся в состоянии покоя, может получить повреждения в результате наезда другого транспортного средства. Ну, я конкретно вот сейчас по зрителю, который вам звонил, они попал. По зрителю, да, могут быть противоправные действия третьих лиц, но определять это может только инспектор ДПС, поскольку он обладает и знаниями, и опытом, и сам самостоятельно может расценить. Повреждения были получены, либо у вас порезана покрышка, выбито стекло, для того, чтобы совершить хищение из салона автомобиля, либо был совершен вандализм, то есть, по сути дела, гвоздем поцарапали машину. В данном случае это очевидно, инспектор сам сможет определить. То есть, получается, в любом случае нужно вызывать инспектора ДПС? Рекомендация вызов через службу 02, экипаж ДПС для определения, во-первых, обстоятельств совершенного ДДП, То есть, получается, они через два часа приезжают, посмотрели, говорят, нет, это не наша епархия, мы сейчас вызовем представителей полиции. Они обязаны вызвать либо участкового инспектора, либо обычный экипаж ППС, который займется оформлением данного случая. Ну, тем не менее, ведь у нас, получается, правилами предусматривается такая возможность, да, когда столкнувшиеся автомобили препятствуют проезду других транспортных средств, зафиксировать это, убрать их с дороги. Да, либо все это оформить вообще самостоятельно и проехать на ближайший пост ДПС, подразделение полиции, чтобы оформить. Есть какие-то ограничения в этом? Вот, знаете, на Садово-Самотечной, то есть, в ГИБДД Москвы, в Главке, там уже неоднократно обсуждается вопрос, который хотят вынести на законодательную инициативу регионального законодательного органа Гордумы, Московской городской думы, для того, чтобы определиться, каким образом осуществлять оформление ДТП при условии отсутствия разногласий участников. Можно ли убирать автомобили, нельзя ли убирать автомобили. Конечно, тут правила, они не носят безусловный характер, но они, по крайней мере, эту ситуацию моделируют на конкретный случай. И, по сути дела, законодатель в правилах дорожного движения исчерпывающим образом это определил. Отсутствие разногласий раз при достаточном оформлении и фиксации данного события как ДТП составлением схемы 2 и проследовании близлежащий пункт нахождения сотрудников ДПС для того, чтобы оформить данное событие как ДТП. Вот только после этого можно говорить о том, что все условия выполнены, но принадлежащие фиксации, принадлежащим выполнению пункта правил и принадлежащим оформлению в органы ГИБДД. Если вы убираете свой автомобиль для того, чтобы исключить возможность создания препятствия при движении автомобиля, например, при высокой интенсивности движения, вы должны определиться для себя, что каким образом вы зафиксируете события. Сейчас мы как раз к процессу фиксации чуть попозже. У нас еще один вопрос. Алло, слушаем вас. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Знаешь, 29 августа у меня было ДТП. Ударили машину стоячую. Алло. Да-да-да, мы слушаем вас. Машину стоячую мою ударили. Значит, виновник, все, оформили ДТП, но я обратился в страховую компанию Уралсиб, виновника. Месяц уже прошел, никаких результатов нет. Ни выплат, ничего, ни звонков. Дозвониться не могу в Краснодар. Как-нибудь. Подскажите, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Так, Тимур, что делать в этой ситуации? Михаил, вот ваша ситуация абсолютно идентична случаю, который мы рассматривали, исходя из истории нашей практики, в Гагаринском районном суде города Москвы, тоже к страховой компании Уралсиб. Точно так же страховая компания отказала нашей клиентке, которая была очень расстроена таким отношением страховщика к ней. То есть они не выплачивали, просто молчали или отказали? То есть фактические обстоятельства не соответствуют заявленным? Фактические обстоятельства не соответствуют заявленным, да. Но на самом деле это не так и неправда. Зачастую страховая компания руководствуется маленьким, небольшим, фрагментированным заключением специалиста, которое не является последней истиной в инстанциях. Потому что только полноценное, развернутое заключение с исследовательской частью, тросолога, с показаниями свидетелей, с опросом инспектора, может дать объективную картину случившегося и при неизменном изучении камеры наружного видеонаблюдения. Но самое важное, это следы осыпи и грязи, которые могли быть оставлены автомобилем, скрывшимся с места ДТП. Поэтому единственная возможность... Ну, все-таки мы уже забегаем вперед. Можно сейчас все-таки рассказать, что делать в этой конкретной ситуации, когда страховая компания месяц проходит и молчит. В этой конкретной ситуации обратиться в органы ГИБДД, сделать копии с материалов административного дела, написать претензию в страховую компанию, дождаться срока на добровольное исполнение требований, содержащихся в претензии, вспомнить о том, что с 2012 года, от 28 июня, действует 17-е постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который является обязательным для исполнения всеми судами. Согласно этому постановлению... Сейчас представители страховых компаний, глядя на нас, разумеют пять про это постановление Пленума. К договору имущественного страхования применяются требования закона о защите прав потребителей. То есть вы не платите за госпошлину, обращаетесь в суд по месту вашего проживания. И третье, самое важное, вы требуете взыскания не только неустойки и морального вреда, но также и 50-процентного штрафа, который должен быть независим от заявленных требований, взыскан в вашу пользу. Это еще одна из мер ответственности страховщика за неисполнение условий договора страхования. Но вы последовательно выполняете следующее. Оформляете, делаете копии с материалов, готовите тросологическое исследование у любого тросолога с полноценной исследовательской частью, обращаетесь с претензией в страховую компанию с предоставлением срока на добровольное исполнение требований. После... пардон... И с течения этого срока сразу же обращаетесь в суд и в судебном порядке требуете взыскания основной суммы убытка, ссылаетесь на заключение тросолога, требуете назначения судебной автотранспортно-тросологической экспертизой, включая товароведческую экспертизу для определения суммы стоимости восстановительного ремонта. И после этого уже судья не имеет правовых оснований, чтобы отказать вам к урегулированию убытка. Но, если вы совершите фатальную для вас ошибку, обратитесь в суд по территориальной подсудности страховщика, где уже страховые компании, благодаря постоянному систематическому общению с судьями, слились в благоговейном отношении друг к другу, то вы проиграете иск. Поскольку, как правило, в лучшем случае экспертиза назначается в экспертном учреждении, ангажированном страховой компании, из которого у страховой компании постоянный систематический межличностный интерес. Какой вы понимаете, о чем я не буду говорить, упоминать в программе, сколько это голословно будет. И, во-вторых, благодаря учтивому отношению сотрудников компании, которые предоставляют судьям свой персонал, для того, чтобы они готовили справки, выписывали повестки, подшивали дела, судьи идут навстречу. И в неустанных заботах об интересах страховой компании иски выносят в пользу страховщика отказы в удовлетворении исковых требований. Либо отказы в удовлетворении требований по взысканию неустойки в размере суммы убытка и взыскании штрафа, который уменьшается совершенно необоснованно, без правовой регламентации, без мотивации позиций Верховного суда. Вы должны понимать, что страховая компания недобросовестно в своих попытках уклониться от гражданской правовой ответственности, установленной законом в выплате страхового возмещения. Это нарушение закона, это нонсенс, это парадокс, который благодаря абсолютно чуждой, абсолютно грубой и невостребованной позиции Мосгорсуда, а именно председателем Мосгорсуда, которая сама решила произвольно таким образом исключать ответственность страховщика, занижая неустойку и фактически снижая сумму штрафа, пытается сохранить нормальные отношения со страховщиками, при этом не учитывая права потребителей. Да, это понятно, Тимур, мы сейчас не будем в эти дебри... Мы не будем входить в эти дебри, я вам просто скажу, что практика в регионах диаметрально противоположная. Взыскивают и неустойку, взыскивают и штраф. Ну, тем не менее, даже и Мосгорсуда выносит решение, и очень часто, когда все это выносится в пользу потерпевших... Благодаря личной позиции отдельных судей. Ну, может быть, может быть. Мы сейчас посмотрим опрос. Опрос задавали мы нашим зрителям, как они считают, можно ли оформить происшествие дорожно-транспортное самостоятельно, или этого сделать нельзя. Ну, можно, но никто не оформляет нам при мелком ДТП. Ну, можно, если незначительные повреждения, если водители договорятся между собой, и там сейчас, по-моему, допустимо, до какой-то суммы. Обменяться там полисами. Я думаю, можно. Если небольшая авария, вроде мелкая, там, авария, то можно оформить. Ну, смотря как у ДТП, все зависит от степени повреждения, будем так говорить. Если, например, какие-то легкие царапины, ну, можно, конечно, составить самим график, ну, не график, а схему, и обратиться уже непосредственно в ГАИ, что, в общем-то, не возбраняется. Ну, если там незначительные ущербы, какой-то суммы, я точно не помню, можно оформить. Ну, там, по-моему, если меньше 25 тысяч, по-моему, тысяч, можно разойтись, разъехаться самым. Можно, если ущерб не превышает 25 тысяч рублей, либо, если имеется каска с программой, одна деталь без справки. Вообще можно сейчас уже. Вот как-то большинство отвечает, вроде бы, как можно сейчас, и даже называют сумму 25 тысяч рублей, но вот я по глазам, честно говоря, вижу, что люди не понимают, о чем они говорят, насколько можно, и самое главное, как. И сегодняшняя программа, как мне кажется, она поможет зрителям понять, и в следующий раз, если такое случится, да, от этого никто не застрахован, не ожидать приезда сотрудников ДПС, возможно, оформить самостоятельно и проехать, если будет такое желание, на ближайший пост ДПС. И оформить, собственно говоря, схему происшествия и зафиксировать все повреждения. Дорогие друзья, давайте мы с вами проголосуем. Вот вы как считаете, возможно ли оформить дорожно-транспортное происшествие без инспектора ДПС или нет? И можно ли получить компенсацию ущерба, если вы это происшествие оформили самостоятельно? Можно получить, нельзя или затруднительно получить компенсацию? У нас с тем временем уже звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Меня зовут Борис. Да, Борис. Дело в том, что в ходе движения я получил повреждение автомобиля. Камнем, вечно, садили, трескнулся по моему остановлению. Очень плохо вас слышно. Автомобиль получил повреждение от камня? Да, проходящий мимо автомобиля, выбросив из-под места камень, треснул стекло. Я обратился в кроссовую по каске. Но два месяца прошло, никого нет. И что делать, вопрос? Да, я как бы не обращался, но они говорят, что рассматривают, рассматриваются. Вот я не могу, как бы, никого это получить от них. Ну, вот сейчас Тимур Маршанин нам и ответит, что делать в этой ситуации, когда злостный камень повредил автомобиль, а не менее злостная страховая компания два месяца ничего не уплачивает. Речь, наверное, идет все-таки о договоре имущественного страхования. Риски, по которым страхуется, то есть событие, на случай наступления которого страхуется автомобиль, является угон и ущерб. Ущерб был причинен. Нужно подтвердить факт причинения ущерба, в результате чего он был причинен, в связи с чем он был причинен. Это не является основанием к отказе в выплате, поэтому единственная возможность доказать наличие страхового, даже не покрытия, а страхового риска и наличие страхового случая, который не признается страховщиком, это прерогатива суда. И доказать это нужно только в судебном порядке. Но, опять-таки, нужно обязательно зафиксировать, при каких обстоятельствах был причинен ущерб. И основание, по которому страховщик отказывает в выплате, это просто незнание соответствующей правовой практики, даже мировой практики, которая исходит из того, что по риску ущерб, застрахованное транспортное средство, как имущество, может получить его владелец соответствующую денежную компенсацию, поскольку ущерб был причинен. И нужно только подтвердить факт наличия ущерба и зафиксировать его в компетентных органах. В большинстве случаев страховые компании отказывают, в том числе, не потому, что они не знают, они прекрасно все знают. Рассчитано на то, что при минимальной какой-то сумме ущерба, человек вряд ли пойдет к адвокату, к юристу, вряд ли он будет заказывать какие-то экспертизы, потому что все это стоит денег. И при цене иска, при цене вопроса, ремонта, не знаю, 10 тысяч рублей, ну разве он пойдет на это? Я думаю, что мог нет рукой. 10 тысяч размер ущерба, 10 тысяч неустойка. Так я уже приготовился загибать пальцы. 10 тысяч штраф, это 50% от взысканной суммы, то есть получается 20 тысяч, уже 30. А неустойка равна сумме убытка, поскольку носит компенсационный характер, не может вести к неосновательному богачеству. Можно еще зарабатывать. Плюс к этому компенсация морального вреда, плюс к этому расходы на юриста. Так моральный вред по таким делам примерно в каких объектах? Ну в среднем, если 10 тысяч сумма основного убытка, ну где-то тысячи две, три, вот так. Ну плюс к этому. Уже 33, может быть. Плюс расходы на нотариуса, ввиду того, что вам нужно сделать нотариальное доверие. Где-то вроде тысячи, так. На три года. Увеличили ставку 35. Плюс еще расходы на представителя. Сколько стоят расходы на представителя в среднем? От 15 до 35 тысяч. По такой категории дел. Ну так как сумма, я говорю, не 10, 15 тысяч. Итого у нас получается 35 и 15, мы уже полтенечек заработали. Ну вы обращаетесь к мировому суде, соответственно срок рассмотрения уменьшается. Ну не намного, потому что мировые судьи сейчас, к сожалению, точно так же завалены исковыми делами. По страховым компаниям. Да, да, да. Которые уже люди поддают, в том числе и по месту жительства. Но вам проще прийти к мировому суде, потому что вы, если обращаетесь по месту своего проживания, как правило, мировой судья, он все-таки исходит из позиции обывателя. То есть это что-то такое похоже, как участковый врач. Как участковый врач, да. И по сути дела он не чужд проблемам и переживаниям обычного заявителя. Поэтому такой же потребитель, судья, как и гражданин, который к нему обращается. А еще лучше, если этот судья так же попадал в аварию, и ему так же страховая компания отказала выбрать. Это, по-моему, идеальный вариант. Вот, мне кажется, позиция Верховного суда именно из этого исходила, когда принималось данное постановление пленному. То есть, возможно, кто-то из судей Верховного суда попал в такую ситуацию. Может быть, члены семьи даже, кто-то из них. Скорее всего, да. Нам казалось, вот мы изучали практику, смотрели, потому что это непревзойденный опыт исторический. За всю историю существования страхового рынка на территории современной Российской Федерации. Теперь страховые компании, наверное, кусают локти, думают, ну, надо каждый убыток проверить. Страховщики не кусают локти, они всячески лоббируют порочную практику, когда отказывают от взыскания неустойки, либо размер неустойки взыскивают от размера страховой премии, которая бывает мизерная, составляя ту сумму, которую вы платите при заключении договора страхования. Итак, друзья, даже при минимальной сумме, пусть это будет 10 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, не бойтесь, идите к адвокату. И вы не только получите компенсацию, как мы сейчас только это узнали, но и даже немножечко сверху. Но мы отошли от темы и все-таки оформляем дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили, два, три, не суть. Сейчас так получилось, что во время аварии были получены телесные повреждения кем-то из участников. Рассмотрим первый вариант. Если два транспортных средства, два водителя, один из них пострадал. Второй, по правилам, должен его довезти до больницы. Но при этом получается, что нужно с одной стороны оформить... Оказать первую медицинскую помощь. Оказать первую медицинскую помощь. Не должен довозить. Это первое. Не может. Может быть, даже транспортировка окажет пагубное влияние на человека, на его организм. Ведь, по сути дела, передвижение, если переломан позвоночник, либо основание черепа, бывает не только нежелательным, но и опасным. И потом еще за это уголовная ответственность понесет. Уголовная ответственность будет в любом случае лести лицо, причинившее тяжкий вред здоровью. В любом случае, если его действие будет усмотрено невыполнением правил ПТД, находящихся в прямой причине следственной связи, причине вреда здоровью. Пусть по неосторожности, но степень тяжести должна быть определена именно тяжкая. В любом случае, есть вред здоровью, какие-то повреждения, мы ставим крест и вызываем в первую очередь. Оказываем первую медицинскую помощь, вызываем экипаж, карету скорой медицинской помощи для оказания помощи. И только потом мы уже обращаемся в полицию. Нет. Мы одновременно через службу 02 сообщаем о случившемся, ставим их в известность, что имеются пострадавшие. Служба 02 обязана сообщить о случившемся в службу немедленного реагирования для вызова экипажа кареты скорой медицинской помощи для последующего оказания медицинской поддержки. Хорошо. Потерпевшие есть, все, самостоятельно не оформляем. Несколько автомобилей перегородили, все. В этой ситуации возможно зафиксировать и убрать. Правильно? Любым доступным способом зафиксировать. А вот к этому моменту мы и подходим. Не зря у меня тут лежит замечательная рулеточка. Не в каждой машине находится рулетка и не входит она в перечень обязательного оборудования, как аптечка. Ну, с этим инструментом, наверное, зафиксировать можно. Но даже если вдруг оказалась рулетка, как оформлять, к чему привязывать? Ведь если мы зафиксируем транспортное средство на дороге, они должны быть как-то понятно, где и у какого дома, как это происходит. Тимур заигрывает так. Какие движения для транспортных средств, для того, чтобы разгрузить дорожную обстановку на месте происшествия, вы должны в любом случае это зафиксировать. Каким образом? Видеоинформация. С помощью средств фото и видеофиксации. С помощью свидетельских показаний. С помощью плана схемы, которые можете составить от руки. Достаточно будет листка бумаги, но это, опять-таки, условное обозначение, которое вы самостоятельно, как непрофессионал, должны отразить соответствующим образом на плане схемы, смоделировать данную ситуацию. То есть некий набросок, который поможет приехавшему инспектору уже составить, как полагается, схему. Безусловно, который дает возможность зафиксировать расположение транспортных средств на проезжей части после столкновения. И самое важное, это, безусловно, следы осыпи и грязи, которые остаются после автомобиля, для того, чтобы, по крайней мере, была возможность оценить место первоначального столкновения транспортных средств. Ну, еще один звонок, слушаем. Алло. Алло. Алло, слушаем, вы в эфире. Алло, да, 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 здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Василий, и у меня такой вопрос. Да, Василий. Я был на ДТП, и получилось, как у меня автомобиль пострадал, я обратился в страховую компанию по КАСКО. И мне все оформили, сейчас отправили на СТО автомобиль, и там мне объяснили, что я должен буду выплатить еще 17% из своего кармана за ремонт автомобиля, как износ деталей. И опять вопрос, что делать и как быть? Автомобиль-то у меня новый, совершенно, ну, ему год всего лишь. И вот КАСКО, почему не покрывать все расходы? Скажите, пожалуйста, а почему страховая вам предлагает еще выплатить из своего кармана дополнительную сумму? Алло, вы слышите нас? Алло. Алло. Она утверждает, что это идет износ деталей, как уже год машине, получается, вот поэтому. Пожалуйста, страховая. Спасибо за вопрос. Страховая компания считает, что мы вам отремонтируем автомобиль, он будет как новый, но так как он у вас уже как старый, то заплатите немножечко денег сами. Вот условия договора страхования, они носят обязательный для каждой стороны, для участника договора характер, то есть, со стороны страхователя и со стороны страховщика. То есть, заключая данный договор, стороны исходили из всех условий, которые они определили для себя, и они носят для них обязательный характер для исполнения. Поэтому в договоре есть одна сторона страхователь, вторая сторона страховщик. В данном случае может быть еще выгодоприобретатель, который может не совпадать с персоной страхователя. Но, как правило, условия договора носят обязательный для сторон характер. В силу этого в полюсе договора имущественного страхования, как правило, указывается, на каких условиях производится выплата. Условия выплаты и форма выплаты определяются договором. Это может быть стандартные правила, либо может быть сам полюс. В нем указано без учета процента износа по калькуляции страховщика, либо с учетом процента износа. Сегодня практика, тем более Верховного суда, исходит из того, что страховщик обязан платить без учета процента износа по договору имущественного страхования. Но суды, как правило, стоят на стороне страховщика и идут по направлению порочной практики, учитывая основания взыскания страхового возмещения с учетом износа. Поскольку, полагают, в этом случае автомобиль достаточное время эксплуатируется и только на поврежденные узлы и детали, которые подлежат замене, устанавливается процент износа, который влечет за собой уменьшение размера страховой выплаты. А если мы его отремонтируем полностью, так это же не основательное обогащение. Это неправда, потому что, обращаясь в суд, вы должны исходить из условий полного возмещения приведения своего АМТС, автомототранспортного средства, в состоянии, в котором оно находилось, до наступления страхового случая. То есть, до момента ДТП. Страховщик обязан в силу полных оснований ответственности, полной материальной ответственности, на условиях статьи 15 закона Гражданского кодекса, выплатить возмещение в размере суммы, необходимой для приведения транспортного средства в то состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая. То есть, восстановить его. И требовать с вас дополнительную выплату страховая компания не вправе. Может быть, что недобросовестный дилер, либо СТО, требует с вас доплатить часть узлов и деталей, которые не были согласованы со страховой компанией. Это также необоснованно, поскольку договор с дилерским центром заключается между страховщиком и СТО, которое свои возражения и возможные требования может апеллировать только к страховщику, но ни в коем случае не к потерпевшей стороне. Он не является стороной договора, заключенного между официальным дилером и страховой компанией. Но в том случае, если срок проведения ремонта, либо срок осуществления выплаты, который, как правило, составляет либо 15, либо 20 дней, в разных страховых компаниях это бывает срок, как правило, варьируется и бывает разным, Вы вправе обратиться с претензией к страховщику, потребовав заменить дилерский центр, в котором будет проводиться ремонт, либо потребовать исполнить условия договора на тех условиях, на тех основаниях, которые были изначально сторонами оговорены, а в правилах страхования и в полюсе, в котором существенным образом отражаются основные положения данного соглашения между страхователем и страховщиком. Тимур, так ты красиво все рассказываешь и даже боюсь еще какой-то вопрос задать, но тем не менее у нас времени совсем не осталось. Мы сейчас чуть погодя проведем результаты голосования нашего, которые задавали, можно ли получить компенсацию, оформив самостоятельно происшествие дорожное. Вот прямо в двух словах, я вот прямо предупреждаю, потому что знаю, что тебе не остановить. В двух словах рекомендации по тому, стоит ли оформлять самостоятельно и если стоит, то на что обращать внимание. Вот прямо два слова. Буквально два слова стоит при условии, что вы следуете четко правилам дорожного движения. Отсутствие разногласий раз, составление подробный план схемы два, ваше следование, близлежащий пост ДПС для оформления три вместе со вторым участником. И четвертое, обязательно фиксация с помощью выдачи справок с места ДТП и с помощью фотофиксации данного события в стационарном посту ДПС, для того, чтобы вам выдали уже на руки справку относительно обстоятельств случившегося ДТП при отсутствии разногласий сторон и при условии оформления этого в установленном порядке, согласно административному регламенту МВД. Кстати, а вот фотоаппарат любой можно использовать? Достаточно, там, не знаю, смартфон? Достаточно смартфон, достаточно, чтобы фотография была читаема и, возможно, было идентифицировать транспортные средства с помощью номерных знаков. Это самое важное. И по возможности делайте все-таки панорамный снимок и снимок расположения следов осыпи на проезжей части. Это очень важно. Итак, я сейчас подведу итоги. Мы до программы задали такой же вопрос с пользователем социальной сети ВКонтакте и задали им этот вопрос. Можно ли получить компенсацию ущерба, если оформить ДТП самостоятельно? ВКонтакте 29% ответили «да», а зрители считают, что всего 14% рассчитывают на получение компенсации. Нет, ВКонтакте считают 28,4%, а наши зрители считают 29%. И, ну, я так думаю, сомневающиеся, да, то есть это очень тяжело получить компенсацию, если самостоятельно все оформить. Пользователи ВКонтакте 42,6%, а у нас 57% наши зрители. И получается, что самостоятельное оформление, ну, собственно говоря, что показал и опрос, очень мало верит, а может быть и потому, что не смотрели нашу программу. Я объясню, почему. Потому что, как правило, в интернете целевая аудитория присутствует. Другая. А вот объяснишь ты в другой раз, когда мы пригласим тебя еще, и ты так замечательно все это рассказываешь и пояснишь. Итак, друзья, можно оформлять дорожно-транспортное происшествие, но самое главное – это обратиться к адвокату, и тогда можно получить полную компенсацию. И нужно оформлять дорожно-транспортное происшествие самостоятельно, чтобы избежать загруженности сотрудников ДПС. Тимур меня перебивает, а мы с вами встретимся через неделю. С вами был Сергей Смирнов. Удачи вам на дорогах. Удачи. Удачи.